Всем привет! Вы видите и слушаете Лёшу Харецкого, и это очередной выпуск моей рубрики «Лёша смотрит». Только что мы вышли с комедии «Полтора шпиона» в главной роли Дуэн Скала Джонсон и Кевин Харт. Ну, что сказать, мне комедия понравилась, я вам рекомендую на неё сходить. Конечно, это не вау, супер-пупер, но на самом деле просто сделать хорошую комедию, наверное... Комедия вообще не самый сложный жанр в кино, чтобы действительно вам на ней было смешно. Если мы говорим про какие-то умные комедии, не там, где сиськи-письки и пердёжи, а комедия такая с ситуацией, где сценаристы делают по-настоящему такие добрые моменты, с которых всё равно ты улыбаешься, вот это довольно сложно создать и приятно, когда в такие комедии попадаешь. Мне кажется, что «Полтора шпиона» — хороший пример подобного фильма, и я вам на него смотреть рекомендую. Вообще, по моему мнению, Дуэн Скала Джонсон — чувак на самом деле комедийного дарования, а ему приходится сниматься во всяких пафосных боевиках, в которых он играет спасителя всего человечества постоянно, над каменным лицом, ходит, всех спасает и прочее, начиная с «Разлом Сан-Андрея», с «Форсаж» и прочее, прочее. Вот это, мне кажется, не его, а вот комедии. Ещё одну замечательную комедию с ним порекомендую «Кровью и потом анаболики», где он играет тупого качка. Вот замечательно. «Полтора шпиона» — тут он не тупой качок, здесь он типа агент ЦРУ, а Кевин Харт, такой чернокожий комик популярный в США, мы вот его знаем по шоу Джимми Феллона, это его школьные товарищи. Они типа через 20 лет встречаются и планируют. В этот день у них должна быть встреча выпускников, 20-летие выпуска, и на этом фоне разворачиваются всякие события. Фильм замечательен тем, что тут и у персонажей есть развитие, и у персонажей есть... Ребёнка режут просто там. У персонажей есть развитие, есть загадка в самом фильме, детективная составляющая, комедийная, естественно, смешно. При этом он добрый, он про доверие между людьми, и про дружбу по-хорошему. Из того вот, из тех фильмов, которые сейчас идут в кинотеатре, просто прийти и развеяться, знаете, получить удовольствие от просмотра, самый, по-моему, выбор правильный, это именно полтора шпиона. Иногда есть там несколько затянутых монологов, но они всё-таки для раскрытия персонажа используются, потому что, видимо, без них никак. Ну, буквально один-два в течение всего фильма. Так что полтора шпиона рекомендую. Кстати, неплохой перевод даже, но единственное, отмечу опять, в английском варианте фильм называется Central Intelligence, то бишь, центральное управление, центральное разведывательное. Зачем у нас переводить полтора шпиона, вот, от себя тяну такую, я не знаю, ну, ладно. Тем не менее, вы видели и слышали Лёшу Полецкого, смотрите интересное кино.